всем привет рада вас видеть каждую зиму есть очень важный период это период зимнего солнцестояния многие его игнорируют но я бы не рекомендовала этого делать помимо того что в данный период можно зарядиться успехом удачей на весь будущий год в этот период можно еще и по неосторожности натворить дел себе же не в плюс и так что такое зимнее солнцестояние это период когда солнце умирает и когда она рождается вновь поэтому важно уделить внимание не только одному этому дню получается практически у нас с вами целая неделя три дня до даты солнцестояния в этом году это 22 декабря 7 19 по московскому времени три дня когда солнце умирает и сам непосредственно день зимнего солнцестояния и следующие три дня когда солнце еще в младенчестве когда она набирается силы и когда когда она обладает просто фантастической новой энергией и это момент именно очень мощного набора данной энергии поэтому пользуемся этим временем предупрежден предупрежден значит вооружен да почему важно не пропустить это время начала это время рождения солнца это некий такой таинственный сакральный период это период именно умирания и возрождение и так что мы должны с вами делать первые три дня то есть три дня до рождения солнца мы должны посвятить чистоте мы должны расхламить пространство вокруг себя пространство вот здесь мы должны очистить в голове в мозге да мысли должны почистить и мы должны почистить свое тело что делаем с пространством с домом с квартирой обязательно выкидываем весь ненужный хлам вот все что вам в течение года не пригодилось все что залежалось не оставляйте это на месте либо это нужно собрать и отдать тому кому это нужно либо это куда-то переместить другое место либо просто Просто расхламить и выкинуть нужные вещи для того, чтобы не было застоя. Для того, чтобы энергия в наш дом вошла, для нее должно быть место. Должно быть понимание, что эту энергию ждут здесь. Никаких застываний. Помимо просто расхламления обязательно должна быть уборка проведена, желательно влажная. Если хотите, можно с отравами различных трав. То есть влажная уборка, расхламление помещения, обязательно этим займитесь. Также шкафы свои, рабочее место. Кто работает, не пренебрегайте телефоном своим. Если это ваш рабочий инструмент, соответственно, телефон, компьютер, компьютерный стол. Все это обязательно нужно расхламить для успешной своей деятельности именно в будущем периоде. Как мы расхламляем мысли и мозг, девочки, вы уже все это знаете. Работаем с практиками очищения, прощения, благодарения. Работаем с таким упражнением, как писанки. Выливаем все это застоявшееся, застарелое на бумагу. И с удовольствием сжигаем. Помимо всего прочего, это прекрасный период для того, чтобы избавиться от лишнего. То есть все, с чем вы хотите попрощаться. Берете отдельные листочки бумаги. Выписываете туда, к примеру, лишний вес, зависть, может быть, долги или безденежье. Ссоры, да, какое-то невезение. Все это, болезни, да, сюда же относим. Все это выписываем на отдельные листы и сжигаем. Ну, про технику безопасности все взрослые рассказывать не буду, да. Все это сжигаем с удовольствием и смываем потом проточной водой. Далее, помимо того, что мы расхламляем мысли, нам еще нужно поработать со своим телом. Тело тоже нужно привести в порядок. В эти три дня, последующие три дня, рекомендуется перейти на такой облегченный режим питания. Три дня до солнцестояния лучше хотя бы один какой-то из этих дней выделить на разгрузочный. Делайте это так, как вам удобнее. И, соответственно, нужно почистить тело еще каким образом. Есть очень хороший ритуал, я с вами им поделюсь. Если кто-то для себя возьмет что-то другое, то, соответственно, все приемлемо. Это может быть либо поход в баню и очищение тела от токсинов, либо такой упрощенный его вариант, который мне очень нравится. Нужно позволить себе, я так называю ее, генеральное ванно-очищение. Наливайте себе в ванну. Если есть возможность, лучше, конечно, в ванну полной воды налить и полежать в ней. Именно с солью в ванну в спокойной обстановке наливайте и лежите. Попробуйте услышать свое тело. Насколько оно перегружено проблемами и задачами текущего года. Насколько оно тяжелое. Насколько оно уставшее. Как оно вам об этом все рассказывает. Прямо вот визуализируйте эту картину. С рвением потрите себя, помойте себя, погладьте себя. То есть проведите вот этот ритуал очищения. И потом, после того, как вы услышали свое тело и всю его усталость, просто уже в вертикальном положении под проточной водой все это с себя смываете. И понимаете, как тело становится легче, как оно вас благодарит, как оно готово к наполнению, как оно готово к новому свершению. Как вода и соль уносят все это туда, в слив с собой. Весь негатив, всю зашлакованность, всю усталость, да. Всю нагрузку, которая была на вас, на вашем теле, водичка все это с собой забирает. А этот ритуал проводите. Он действительно очень хороший. Как всегда, все опробовано на себе. И он мне очень нравится. Я уже не первый год пристальное внимание уделяю периоду именно зимнего солнцестояния, потому что этот период считается самым мощным годом для всех практик, для всех ритуалов, для различных техник, которыми мы пользуемся. Итак, дальше. Следующее. Сам непосредственный день зимнего солнцестояния. Во-первых, сразу после пробуждения нужно посмотреть на солнце. Будет очень здорово, если вы его увидите. И нужно поприветствовать вновь рожденное солнце со словами благодарности. Слова благодарности должны быть обращены к солнцу, к вселенной, ко всему, во что вы верите, и обязательно к себе. Мы себя благодарим обязательно. Этот пункт просто не упускайте. Это очень важно. В этот день должны быть проведены тоже ритуалы. Ну, рекомендательные, да? В доме должна быть хотя бы одна еловая веточка. Вообще, на Руси раньше в этот день отмечали и Новый год. И издревле были такие приметы, что как можно в более частых местах в доме должны быть живые именно еловые ветки. В кухне, если у вас дома есть полка с иконами, либо алтарь, там. Есть в гостиной, обязательно в месте, где вы спите. Над входной дверью везде должны быть еловые ветки. Сейчас, да, хотя бы одну какую-то еловую веточку, ну, либо можно заменить на эфирные масла. Можно пользоваться маслами. Далее, обязательно в этот день в вашем доме должны быть символы солнца. Либо это какие-то предметы золотистого цвета, напоминающие солнце, либо, как я делаю, мне это очень нравится, и это также есть в рекомендательной части, можно использовать символ радости, символ солнца. Это мандарины, либо апельсины. То есть вот так их прям разрезаете пополам, и когда смотришь вот на эту часть мандаринчика, да, она напоминает солнышко. Поэтому их, они должны быть в этот день в вашем доме. Помимо всего прочего, в доме должен быть вкусный, не ежедневный, то есть какой-то вкусный и какой-то приятный ужин. Стол должен быть накрыт. Также в этот день нужно сделать подарок от души. Либо это должен быть какой-то жест благотворительности, помощи кому-то, либо это должен быть совершён подарок. Он не должен быть дорогим, большим, он должен быть искренним от сердца. В данный сакральный период очень тонкие грани. И Вселенная не любит скупость. Вселенная любит щедрость, открытость, желание отдавать, да. И, соответственно, вот это всё, оно, ну, может быть, не очень хорошо об этом говорить, но оно всё зачтётся в многократном размере. Поэтому обязательно в этот день нужно, в этот день и после, да, можно и нужно заниматься благотворительностью, можно отдавать ненужные вещи, можно и нужно кормить животных, птиц и, соответственно, делать подарки. Ну, вот особенно сам день с зимнего солнца состояния, хотя бы один подарок от души нужно кому-нибудь сделать. Так. В этот день нужно загадывать самое заветное желание. Но данные желания должны быть очень красочно визуализированы. Они должны быть озвучены настолько детально, насколько вы этого хотите. Как я уже сказала, очень тонкие грани между физическими телами и астральными телами. Между физическими телами, между звуками, между движениями, действиями, направлением мысли и пространством. Всё смешивается, границы смешиваются. Солнце, наш защитник, солнечная энергия, она потихонечку только набирается в этот период. И, соответственно, вот эти вибрации вашего желания, вашего голоса, когда вы озвучиваете своё желание, мысленные образы, визуализация, они должны быть очень чёткими, они должны быть очень яркими, они должны идти. Просто вот на ваше намерение, оно из вас должно звучать. И тогда эти вибрации, они очень сильно будут отражаться в пространстве. И самое заветное желание именно в данный период, они могут исполниться с невероятной силой и невероятно короткие сроки. Поэтому, девочки, время ещё есть, подойдите к этому очень осознанно. Далее. Только позитивные мысли. Только позитивные мысли в этот день и никакой ругань, никакой брани. Если кипит внутри, если прям вот пробирает на ссору, если кто-то выводит из себя, сдерживаетесь как хотите. Лучше сходить там где-то, расхламиться, но никаких посылов другим людям, негативных, не дай бог членам семьи, себе самой, там про себя что-то подобное, говорить негативное, ни в коем случае нельзя. В этот день, последующие три дня, только позитивные мысли, избегание ссор, избегание вывода на вот какой-то, на ругань, на брань, от этого от всего уходим. Следующие три дня, после зеленого солнцестояния, мы с вами что делаем? Обязательно нужно проанализировать все свои, которые уже, если ведутся, блокноты желаний, дневники намерений, карты желаний. Проанализировать, посмотреть, что исполнилось, что-то может быть уже не актуально для вас, и начинайте делать наброски на текущий год. Здесь должна быть четко выбрана одна основная цель на 2020 год и наброски целей, которые вы должны осуществить, которых вы хотите добиться именно в этом году, в текущем, в будущем году. Так, далее, все три дня очень хорошо работать с аффирмациями. Аффирмации для себя выбираем, те, которые актуальны, те, которые действительно, те сферы, которые нужно проработать, четко визуализируйте все эти три дня и работайте с аффирмациями. Все посылы, просьбы к высшим силам, молитвы, все это очень будет услышано, быстро и дословно, скажем так. Обязательно с этим работаем. В доме все три дня и в день зимнего солнцестояния и, кстати, три дня до 22 декабря можно дом почистить. Помимо влажной уборки можно еще пройтись по дому со свечой. Свечи красного цвета, они всегда актуальны, они всегда на очищение. А вот следующие три дня в доме нужно, вернее, хорошо бы провести такой ритуал со свечами разного цвета. В разных комнатах зажигайте свечи зеленого цвета на деньги, на здоровье, оранжевого цвета на радость, и на здоровье желтого цвета, на позитивную энергию, на здоровье, и свечи красного либо розового цвета на энергии любви и на, опять же, здоровье. Это все не обязательно, это все по желанию. Вот к чему у вас тянется душа, чего ей хочется, значит, это нужно сделать, девочки. Легкость тела должна быть, легкость мыслей и легкость тела должна быть в эти дни. Перейдите на какое-то облегченное питание, хотя бы на живую еду. Это должно быть включение в свой рацион как можно больше овощей и фруктов. Тело скажет за это спасибо, тело в полной мере зарядится энергией растущего солнца, а не тягостью, да, какой-то. Итак, подведем анализ. Первые три дня до 22 декабря мы с вами расхламляемся. День зимнего солнцестояния мы проводим с позитивными мыслями, делаем подарки, дома кормим родных вкусным ужином обязательно с фруктами радости, да, и не забываем про еловые веточки. И также мы с вами в этот день обращаемся к солнцу, к пространству с формулировкой нашего главного и важного желания. И следующие три дня мы наполняемся энергией. Мы продолжаем любить свое тело, мы составляем список целей на текущий год, мы наполняем пространство энергией, да, которую хотим привлечь в этот год, в этот дом. И мы продолжаем одаривать и помогать тем, кто в этом нуждается. Всем благодарю за внимание. Не пропустите это действительно волшебный период. Я вас верю, я вас обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...